Хотел бы сказать, что с первых дней, даже с первых часов, мы до этого ситуацию держали на контроле и с первых часов силы МЧС были выброшены на помощь Западно-Казахстанской области. В оказании помощи участвовали водно-спасательные службы и спасательные отряды из Южно-Казахстанской, Казалардинской, Актюбинской, Тарауской, города Астаны. И главное, это с учетом беспрецедентного уровня паводковых вод, было оказать помощь специфичными плавательными средствами и эпикировкой, которая помогала спасать людей из затопленных поселков. Одновременно была подтянута авиация, поскольку в последнее время решением главы государства у нас авиационное крыло достаточно было сильно укреплено. Тремя самолетами и двумя вертолетами МЧС осуществлялась переброска личного состава и гуманитарной помощи. Одновременно по постановлению правительства выделено большой объем продуктов, кроватей, постельных принадлежностей, насосов для откачки воды из государственного материального резерва. Хочу сказать, что очень важную роль сыграло то, что Акимат Западно-Казахстанской области и ДЧС по области заблаговременно готовились к этому паводку. Хотел бы обратить внимание, что большая работа была проведена по контролю за водохранилищами, которые были на территории области. Эта работа проводилась по указанию президента еще с прошлого года и в этом году как раз вот те меры, которые принимались весь прошлый год, они тоже сказались. В ряде водохранилищ с учетом катастрофического переполнения пришлось переводить взрывные работы, прокладывать дополнительные каналы, отводя паводку и воду от поселков, что позволило нам ряд поселков спасти от катастрофических прорывов этих.